Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Здравствуйте еще раз, друзья. Студия StarLadder рада вас приветствовать. Для вас по-прежнему в эфире работает друг и Каспер. И мы переходим к последней и решающей на сегодня карте. Сеть дивизиона. Коллектив Минески против команды Power Gaming. Они все перевели в Best of 1 противостояние. Рулетка. Нельзя было первую карту так сыграть просто и все. А вторую Минески не могли сыграть так, как первую? Ну не знаю. Возможно не могли. Но у нас Вингадро Рейнджер. Первые два пика. Вспоминаю я времена саммита StarLadder летнего. Там это был стандартный распик. Вингадровка, Вингатер Арблейд. Там другие героев мы в принципе и не видели. И все. Главное команде Минески Гейминг не банить Shadow Demon и Луну. Все. Это вот очень важная вещь. Если они не забанят Shadow Demon и Луну, то игра может минут за 12 закончиться. Не, ну просто если Луну, то куда ее ставить? Луну в легкую. Дроу Рейнджер Мит. Ну может. Может она так постоять. Зависит конечно от степени угрозы Минески. То есть какие там будут активные суппорты. Как они будут мешать. Пока мы видим банится Фантома Ассасин. Вполне понятно. И вот я так сейчас смотрю. Да, все-таки говорю. Ну да, типа вполне логично. А почему этого никто не говорил, когда я на саммите и на Старлодере просто горел синим пламем. Просто белым. Раскален был до бела. Когда говорил, да почему никто не берет Фантомку? А ее уже тогда подняли с Даггером или нет? В смысле? Ну перевели Даггер в этот урон. Да, да, да. Она и в БКБ как раз тогда прыгать смогла. То есть я сидел и просто у меня такой. Да не, ну Фантомка какой-то дерьмогерой. Сейчас ее порезали и все они знают и думают. Да, вот именно. Что за фигня? Как там, 101 сейчас вызывается? Да, пожарники 101. Мне возможно сразу несколько служб нужно. И там в скорой тоже одно подразделение у них есть. Даркси рабанят. Просто вообще чезовише, предчезовище. Шадоу, Демон, Луна и вот этот не троица, а миллион героев команды с иллюзиями вместе просто идут и сносят в стороны. Я прям вижу это как Белый день, ясно. Бруда. Бруда в бан или в пик? Нет, в пик. Минески. Нет, 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 нет. Кирис Лордар и Сплит Пуш еще и Бруда. Это может быть. Это может быть, но Power Gaming могут себе забрать вот то, о чем мы говорили. Да они пока могут делать все, что угодно. Потому что пул персонажа еще очень-очень большой. Если не забанить Шадоу Демона, это реально будет очень странно выглядеть. Потому что просто сейчас должны будут переехать с этим ШД. Да и первый же пик будет у команды Power Gaming, они должны забирать его. Ну а что думать-то? Ну реально, что думать? Думать над следующим или что? Хотя мы там Пака хотели. А там Лондруид был, он катку вывез. Кстати, Пак тут может зайти для Power Gaming. Я вообще имею в виду, мы с такой уверенностью просто об этом Паке говорили, что он так классно-классно. Там Лондруид пришел, вообще не почувствовал ОД. Не, ну он в миде действительно хорошо против ОД стоит. Это наоборот хорошо, то что ребята сами про него вспомнили. То, что Power Gaming реально. Это значит то, что у них есть игрок, который на нем умеет исполнять. Это очень важно. Это очень-очень важно. Да, Бан Тайт Хантера, потому что это как раз инициатор очень важный. Это контр-инициатор, потому что Дроу Рейнджер пилит вышку. Вы пытаетесь ее убивать, на вас прыгает Арбуз. Все. Соответственно, вот Пак тоже выглядит более-менее нормально. Его ловить тяжело, у него много урона на линии за счет дровки. То есть он хорошо крепится и уверенно выходит в мидгейм. Плюс, опять же, небольшая фиксация. Это тоже может сработать. Неужели я не думаю даже о Шадунин? Там есть Oracle, в принципе, еще, если что, подсейвить. Не, вариантов на подсейв еще много. Но мне что-то у Димана очень нравится здесь. Вот он прям напрашивает. Виспы еще остаются. Остается вообще куча всего. Ну, думают. В принципе, это решающая карта данного беста в 3 противостояния. Поэтому ошибиться не хочет ни одна, ни другая команда. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Ну, это не ошибиться. Взять Шаду Демона под Броу Рейнджера. Вообще не ошибиться. Может быть, рассчитывают какую-то, я не знаю, альтернативную возможность. Потому что, если слишком просто, то значит, тут что-то не так. Какой-то подвох есть. Нам отдают Шаду Демона, возможно, они что-то знают. Я на Star Series SI League, на втором сезоне, который в Америке был, слушал, как разговаривала команда Фрэнс где-то там после матча очередного. В Куарах. Да, и Флай просто в году, по-моему, говорил, чувак, ты вообще это не обсуждается. Ты самый сильный герой в Доте. Сильнее него нету. Говорит, мы его пикаем по-любому. Я на нем развалю. Они тогда, по-моему, развалили ЕГЭ, если не ошибаюсь. Да-да-да. Просто говорит, самый сильный герой. Сильнее его еще не придумалось. Фрог и не придумает. Взяли Дазла. Ну, в свое время одним из таких сильных героев там и Виверна считалась, и Оракл тоже. Ну, в принципе, того, что... Ну, потенциала этого персонажа, что он реально может решать все. Ну, Виверна в этом плане была раньше прям топовым геймчейнджером, поэтому ее так сильно порезали. И поэтому герой появляется только в исключительных ситуациях. Например, вот как раз против Дроу Рейнджера может появляться Виверна. Кстати, кстати, кстати. Очень хорошо помогает подсейвить от фокуса. Но пока это Ancient Operation. Ну, тоже в эту же степь. Тоже холодный герой. Тоже действительно холодный. Синеватый. Ну, немножко другого уровня действия. Ancient Operation. Я, честно говоря, вот слабо читаю пик команды Минески Гейминг. И даже задумку я слабо читаю в данном коллективе. Не думаю, что это плюс, конечно, для меня. Есть в этом некая провальная сторона. Да. Неплохо, неплохо. Да, ну, где инициаторы? Нужна стенка для Дроу Рейнджера. Где Шекер вообще? Почему убрали этого великолепного героя? Абадон. Да, вот она, стенка появляется. И это у нас что? Это у нас Соломит Абадон? Или это Оффлайн Абадон? Может быть Оффлайн, может быть Саппорт на четвертую позицию. А Винга вообще у нас сколько персонажей? Керри Винга? Да, центральная Дроу Рейнджера. Либо, либо, либо вообще какая-то агрессивная Трипла Винж, Фолл Спирит, Даза Лабадон, Би-Би-Ги. У нас недавно был Соломит Омник. Вчера с Фивером. Как раз вот у тех ребят из MVP Phoenix, когда они прыгали на базу к противнику и умирали. Ну, там как-то со старта можно было понять, что не все в порядке у команды MVP Phoenix. Но их уже, кстати, и нет в фейнерах. А, их в лузерах уже нет. Нигде нет, они уже покинули квалификацию. Ну, я, честно, не ожидал от них увидеть такой перформанс. Но, я говорю, мне показалось, что действительно они не особо хотят выигрывать, потому что играли в разгильдяйский. Алхимик появляется. Ну, теперь понятно, почему забрали Ancient Operation, чтобы не отдавать. Ну, и в принципе, чтобы Дазл тут не хилил. И Абадон не особо подхилит. Ну, бы он просто постфактум был. Ну, да, Алхимика, если бы сейчас показали на третий пик, то не думаю, что Абадон бы зашел. Ну, фишка в том, что Слардер, Огр, Аппарат, они не имеют от спама. Ну, просто ноль от спама. У Аппарата только ультимативное. Все. А тебе идут ломать базу. И вот чем ты будешь заниматься? Да, сейчас вообще, не знаю, Дроу Рейнджер отправляй в мидлейн Абадон в сложную венга керри вниз и Чена добирай к этой всей компашке. И входи со старта издевать. Венга в керри позиции очень ранний разгон имеет. Как бы... А, я помню, да, ты, если не ошибаюсь, в венгу керри вообще хейтишь, ненавидишь. Не, при чем тут хейтишь, ненавидишь? Его можно правильно использовать. То есть она... Ну, это нормальный персонаж. Просто она не воплощение эталонного керри, да, который выходит, всех типо... Она не лейт, она не лейт. Просто она не лейт, это факт. У нее мидгейм, главное ее стезя. Когда стартовые артефакты набирает, там, 11 уровень и гол драться. То есть, мне кажется, что, опять же, Чена, если бы добрать команде PowerGamer, то со старта начать издеваться. Что происходит? Почему при наличии аппарата банится Husqvar? Где логика? I don't know. Действительно, не знаю, 20 секунд у команды Минески. Им еще надо забрать керри героя. Еще пусть Акса возьмут, и все. Что прям совсем дозло законтрить. Мы законтрили его аппаратом, потом мы забанили их у Скара, еще и Акса сверху возьмем. Ну, это Сларк. Добираться до Дроу Рейнджера, понятная логика. Ну, и чем будет отвечать в PowerGaming, Shadowfin? Не знаю. Реально странно выглядит. Нечем инициировать у PowerGaming. У них схема следующая. То есть, они тупо идут ломать башни. Они покупают по Dragonlance, ну, SF's Draw Ranger, и идут ломать башни под прикрытием Дазла и Винги. Все. Другого сценария у них нет, потому что они не могут начинать драки. Никак. Станов нет. Ничего нет. Просто ноль. Только ломать башни. Если они с этим планом провалятся, то, ну, пиши пропало. Их просто развалят потом в итоге. Каждый их провал, там, или каждая незабранная вышка, это дополнительные 2-3 минуты для Алхимика. А Алхимик после разгона их развалит, и, конечно, Сларк тоже очень хорошо выглядит. Он добирается до Дроу Рейнджера. Это одна из важнейших, наверное, вещей. Он до Шаду Финда добирается, который еще мягче, чем Дроу Рейнджера. Он почти всех здесь убивает, этот Сларк. То есть он действительно мощно смотрится. Конечно, здесь есть и свои подводные камни. То, что если инициация Минески будет пресечена, там, хорошей игрой суппортов, там, эти все Абадоны, там, Дазла и Сминги, если они все будут правильно делать и сейвить, то, может быть, и получится как-то провести драку более-менее внятно. Но, не забываем, потому что там Алхимик и Сларк. Это два сильнейших милишных керри. Ну, хз, короче. Не знаю, я прям... Не знаю, Пауэргейминг что-то... Не могу сказать, что они странное что-то сделали. То есть я понимаю их план, но это план А. Плана Б нет в принципе. Ну, давай быстро по составу пробежимся. У нас может стычка быть в ближайшее время. Команда Пауэргейминг забирает героев таким образом. МТР будет играть на Абадоне. Лэнс, Дроу Рейнджер. Джей Вай Си берет Венчфул Спирит. Мозун сыграет на Дазле. И Ди Ди Зет играет на Шадофф Инде. И у ребят из Минески Рейджинг Потейта. Алхимик на Сларке будет играть Меракл. НБ, он же Нинджа Буги. И Ancient Operation, Джиллс, Огр, Мак и РР на Слардере. Да, там уже поставили вард на линию. Игроки команды Минески на топе мы видим. Завардили лайн. Я так понимаю будут гонять хардлейнера команды Пауэргейминг. Ну и небольшой вард от самих Пауэргейминг. Вот именно здесь, где вы видите. Ну и не достает Сентряк. В принципе Сентряк тут пытался задевать, ничего не нашел. Не блочилось в итоге. Единственное, что сделали из таких необычных вещей ситуационных, это поставили вот этот обсервер Пауэргейминг, для того, чтобы видеть, как проходит ситуация со стаками для Алхимика. Когда он пойдет это фармить, возможно получится пойти это отжать. И Винга, смотри, куда вообще. Побежала? Что ты делаешь? Винга. Эй, ты что? Как на пикеле, так и играем. Хорошо. Со старта просто 0-1. Гоу дальше, пацаны. Руны спокойно забирает одна и другая команда. Драк не было, ничего между собой не делили. Ну и перемещаются на свои лайны. Шадоу Финт на центральной линии против Алхимика стоит так ситуативно. На самом деле, если все со старта хорошо пойдет, очень ранний дэмэдж получится у него, то будет возможность их хорасить. Ну теперь видендаш. У Гурмак пришел, да. Чем дал Игнаит и ушел. Такая СФ больше-то и не нужная. Ему Игнаит по лицу дали, немножко его прогнали, просто чтобы Алхимика, видимо, еще не тырит слишком лишний опыт. Ну и что у нас происходит с селедкой? Селедку пока Дазл пытается в зоне. То есть есть яд у Мозуна, вот он сразу же закидывает и начинает с руки разминать. 55 урона, все-таки под дровкой. И вот есть приятный бонус, то что ты на Дазле даешь там 3-4-5 тычек по Славдеру и понимаешь, что у него заходит там 25-30 лишнего урона. Это очень-очень круто. Причем это только начало. А там второй-третий уровень, ну третий уровень, когда уже будет у Дроу Рейнджера, будет еще более приятнее. Да, еще это под Венжен Саурой. Еще дополнительный дэмэдж будет ДДР. Снова ловит у нас Игнаит. И под Исс Преем же очень неудобно. Джулс! Ты видел вообще, какую подачу Огрмак ему выписал? Этому СФу? Да, если бы не отошел. Ну там был, если что, МТР, я так понимаю, может даже пытались где-то забайтить на Огрмага. Был Афотик Шилд у МТРа. Издевается Джулс, издевается. Надо ДДЗ как только может. Дает гораздо больше пространства, нежели того заслуживает. У СФа один добитый крип за полторы минуты. Второй добитый крип. Ну ладно, подушечка, может сейчас еще одного. Хорошо. И этого тоже, и этого тоже. Сейчас Джинджевичок ударит. Ба, хорошо. Все. Четыре добитых крипа. И-э. Иди сюда, Алхимик. Да, у Алхимика 10 на 4. Алхимик, конечно, себя поприятнее чувствует. Ну, СФ наконец начинает потихонечку разгоняться. И души собирает, и урона у него становится реально уже огромнейшее просто количество. СФ под Вингой и под Дровкой. Ты вообще представь. Да, страшная вещь. Я такой же пик видел. Там без Абадона был... Ой, вместо Дазла был Шадоу Демон. Или вместо Винге он, по-моему, был Шадоу Демон. Это ужас. Это просто ужас. Два Драгонлендса просто берешь, и начиная с 10 минуты сносишь вообще к чертовой матери все стороны, даже не подходя в зону действия Тавра. Это страшно выглядит. И ты туда добираться пытаешься, в тебя пулемет с одной стороны, с другой стороны пулемет на расстрел. Если нет инициации, а не часто, там в 10 минуте у всех даггеры есть уже, там еще какие-то суперспособности, ты просто не можешь подойти к этим ребятам. Сильная такая стратегия, да, на контрима. В принципе, главное пережить первую стадию игры без особых потерь, в частности по сторонам. Дальше есть варианты. Да, ну вот видишь, Огр как раз начинает заниматься стаками для Алхимика, правда может пока он стакает только в одной локации. Вот прелесть, кстати, Шадоу Демона в том, что он может сразу с двух лагерей крипов делать стаки, и Алхимик, когда видит такого Шадоу Демона, он просто в восторге. Да, он висп. Да, 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 да. Вот эти все персонажи, они реально в разы эффективнее становятся в этом плане. И Дроу Рейнджер 20 на 13. Очень-очень-очень круто добивает крипов сейчас Лэнс. Линию держит, не дает Слардору возможности как-то просто получать там опыт и деньги именно на линии. Так, будет ли станд? Да, пошел станд. Будет еще и яд. Но СФ просто не может подойти, у него 200 хитпоинтов осталось. Если он под тучку залетит, можно и случайно отъехать. Ну, конечно, DDZ прям совсем грустно себя чувствует. Он уже просто две салвы приносил себе. И, возможно, еще придется нести. Да, я смотрю там на Абадон, Абадон вроде как даже в лес умудряется выходить своих оппонентов на легкой линии, на харде точнее. Вот у Абадона все весьма и весьма. Дела немножко получше, чем у Слардора. Слардора вообще прогнали собственная линия РР. И в прошлой игре, в первой точнее игре не особо блистал. Здесь тоже. Не все получается, Абадон динает себя. Это неплохо. Не стоит забывать, да, эту особенность, то, что нужно пытаться забирать его именно бёрст дэмэджем, если у него мана есть. Ибо динается он действительно может. Причем там не так-то тяжело, если тебя вначале пинают. Маленький урон, короче, в тебя входит. Легко достаточно рассчитать. Там Шадуфин пошел забирать чужие стаки, я понимаю. Но это тоже видно, потому что здесь обсервер стоит. И вот этот выход, он тоже контролируется. Так что все не так просто. Сейчас приходит Винга. Есть у него Сантрячок. Будет ли Сантрячок ставить? Такой тоже безбеспаливно зашел за дерево, спрятался. Боком стало и не видно её. Ну да, там животик втянул и нормально. Ну вот он, Алхимик прилетает. Какого там? Третьего уровня тучка. Да, делался здесь стак, но Алхимик сам его себе заблочил. Молодец. Ну да ладно. ДТЗ получает полную свободу на центральной линии. Это, с одной стороны, плохо, что Алхимик фармит в лесу. Его не напрягают. С другой стороны, это развязывает руки Шадуфинду. Шадуфинд тоже получит быстрый разгон. Ему надо меньше, чем Алхимику на старте. То есть Радианс, мы знаем, что там пятерка с лишним. У ДТЗ хватит Драгонлендса. ПТ, Драгонлендс, там Аквила. Все, можно идти уже и пушить, сносить стороны и будет сносить вышки. Будут деньги. Итак, капать. Ну и выходят на Алхимика. Слуарк, Слуарк нападает. Сейчас готовились, готовились к этому выходу. Начинают убивать СФа. СФ, естественно, умирает. Это Ферст Блад. Также будут забирать Абадона у него. Шестого уровня, конечно же, еще быть не может. Он дынается в очередной раз. Винга делает тэпаут и успеет его сделать. Просто потому, что Гармак слишком далеко находился. Ну, знаешь, учитывая то, как это все закончилось, можно сказать, что все неплохо для Power Gaming. Все-таки 300 золота всего потеряли. Могли потерять трех персонажей. В итоге отделались одной смертью. Да, Алхимик уже очень близко к Мордигану подходит. Немного ему остается. Есть перчатки, есть Helm of Iron Will. Ну и деньги мы видим, с какой скоростью у Алхимика. Тем более, у него уже есть шестой левел, что весьма приятно. По хп размениваться с ДТЗ. Теперь для него гораздо выгоднее, нежели для Shadow Finda. Ну и в целом, все пока для коллектива Минески складывается весьма гладко. Да, пока мне у них тоже все нравится. Ну, чикбус! Главное, Аркану, руночку, все, отжал, отжал, отжал. Ну там просто Алхимика... Второго левела Винга, кстати, на три удара Алхимику по дезиспреям. Не, ну слушай, герои жирненькие, 600 хитпоинтов, 4 брони. Вот, начинают ломать башни, сейчас начнут получать первые бонусы свои. Да, кстати, ледяные стрелы, уровень 2. А у Винги просто не хватает маны, ну и кулдаун так что-то имелся. Даже при наличии руны волшебства съеденной. Ну там стики можно было поражать, но просто селедка слишком быстрая. Так вот, первую вышку забрали, хорошо. Бонусная денежка пошла. В миде тоже надо начинать пушить. Как я уже говорил, у Power Gaming, ну не то чтобы нет плана там B, но его реализовать будет очень тяжело в нормальном таком замесе, да, грамотно спланированном. Просто потому, что на вас будут нападать, а у вас отбиваться толком нечего. Вы можете спасти своих персонажей на некоторое время, там при помощи Винги Дазла, но качественно подраться может не получиться, что вас будут просто катать. А Шадофинд уже 160 с руки имеет. Это огромный показатель. Сейчас просто не подходи вообще к Сэфу. 160, ну это перебор. Да, у него тут 60, тут 27. Тут же 34, я так понимаю, Дроу Рейнджер получила. А почему так? А, просто видимо от нее отошли. Скорее всего. Используется скан. Радиентами. Там, кстати, Винга забирает Слардера. Все-таки смогли добраться. И приходит Сларк. Сларк, которого брать пока нечем, но... Но можно поймать, сейчас будет Гаст в лицо, хотя... А, Гаст уже был. Гаст уже был потрачен. Да, в итоге мы видим, Винга падает. На топе в это время контр-выпад. Нападают на Нинджа Буги. Он просто с ТП-аута уходит. Мне нравится, как часто действует. Одни оставляют героя, которые ТП-аут планируют делать, а другие все-таки бьют. Ну так, на верочку бьют, на случай, если вдруг ТП отменит, там что-нибудь мискликнет, психанет. Вот, но он уже будет наполовину бит. Но когда он в итоге улетает, спрашивается, зачем тратили время, зачем били. С другой стороны, чем еще заниматься? Ну да, да, что, бегать вокруг него, хороводы водить. Хотя можно таунты вокруг него было поклацать, кстати, тоже забавно, почему так никто не делает, не знаю. Может, люди думают, что микробаш сработает. Может быть, на дозле. Потому что это дота, да, то есть, мало ли. Ну да, зла, да, первый, первый яд. Пуизон-тач. Ну, вышки начали сыпаться, это хорошо. То есть, то, что минески не могут с такой скоростью ломать вышки, это огромный плюс для пауэргейминг. Ибо они уже принимаются за Т2. Вот он стоит, лэнс, драгон лэнс, который к нему сейчас прилетит. И без шадоу финда, заметь, без него, у него тоже громаднейший потенциал на дэмэдж. По товарам. Ну да, и вот проблема у минески, именно на начальном этапе, это отбиваться. То есть, как я уже говорил, спама фактически нет. Это ульт Апаришина и тучка Алхимика. Алхимик, конечно, хорош на отпуше, но он один. И танковать надо, и тучки кидать, и всё нужно делать. А здесь к тебе просто приходят пять ребят и ломают тебе башню там за 20 секунд времени. То есть, ты даже перегруппироваться не успеваешь. Вот, тут типы до сих пор Тир-1 ковыряют. Стараются, крипы тут ещё подошли, танкуют. Что там крипов отводят, да. Тут уже Т2 упало. Ну всё, ну, буст по деньгам получает хорошая команда Power Gaming. Ну вот, кстати, интересно, сейчас вот ровно 10 минут прошло. Подрубим, наверное, нетворсики. И подрубим сейчас графики. То, что, да, Алхимик фармит. Вот мы видим в один момент, когда там первый First Blood был, там все дела. Алхимик тоже немного поотфармил. Там полторы тысячи ввели, но сейчас всё выровнялось. Это при том, что Алхимик есть в команде, который вроде как пока нормально себя чувствует. С армлетом уже там все дела. 14 минуты где-то радианс, наверное, если всё будет хорошо. 13 с копейками понадобится ему, но стороны падают. Команда Power Gaming тоже очень хороший буст получит по артефактам. И можно даже будет попытаться зайти какую-то из сторон с пушей. Не хочет Минески драться. Вообще, посмотри, в вышке, с какой количества вышек уже упало. Счёт по-прежнему 2-1. Три фрага и... Ну тут больше макроигра, чем микро. Кстати, обнаружили Сларк здесь. Винга пока ещё четвёртая. Это как раз из недостатков подобных вещей. Я говорю про, естественно, перемещение толпами. Потому что суппорты сейчас экспы не добирают особо. Они и до этого экспы не видели, в отличие от миди. Там под хостой, Шадуфин заходит, ульту аппарата поймал он. Врывается в него Миракл. Грейф вешает. На DDZ может и умереть. Ульта аппарата по-прежнему действует. Да, DDZ приплыл. Миракл старается уйти отсюда и забирает его. Размен неплохой. Майн-керри на мидера. Ну как с одной стороны, так и с другой. В принципе, размен неплохой. Там слишком далеко СФ зашёл. Если бы не его вот эти вот... Вот этот выпендрёж, то всё было бы замечательно. Забрали бы вышку и двигались бы дальше. А в итоге потеряли ключевого персонажа. Плюс сейчас очень-очень-очень важно, если Power Gaming собираются в таком же темпе продолжать, грамотно выбирать артефакты. То есть пайпы, мекки, чтобы, не знаю, там, Владмиры, Барабаны, чтобы всё это появлялось. Потому что пока что одними встроенными аурами героев можно не обойтись. Да, Dragonlance должен появиться у СФа. Сейчас там копейки какие-то остаются. До покупки этого артефакта ульта аппарата полетела. Мастбасс на мид прилетает и никого не найдёт. Да, вот сейчас увидели алхимика. Увидели, куда он отправился. И... Правда, у него тут стоит вард. Поэтому в случае, если на него будут выезжать, скорее всего, он всё это обнаружит. Но у него нет телепорта. И Raging Potato сразу же бежит в магазин, продаёт Fairy Fire, покупает телепорт и делает его. Правильно. Но раз переместились на нижнюю линию, Power Gaming, скорее всего, будут пушить. Но должны понимать, что улетел отсюда алхимик. Искать его полтора часа по кустам не имеет смысла. Ну и там Dragonlance должен прилететь уже с Shadow of End'u. Он ли это? Нет, это не он. Это Shadow of End'u. Да, действительно странно. Я бы тоже, наверное, делал ставку именно на Dragonlance, чтобы в два ствола с Draw Ranger расстреливать. Может, им хватает дровки. Может, так подумали. Может быть, может быть. Ну вот. Внешних товаров нет. 12,5 минут на 6 вышек ушло у Power Gaming. Видим, что они забрали 6 вышек, при этом потеряли только одну, но ведут всего 2500 нитворца. Потому что перемещаются толпами, и алхимик продолжает все это время фармить. Алхимик, Сларк времени зря не теряют. Но если они сбавят темп сейчас, то вообще неизвестно, что их ждет. Ну и приходит Сларк Дарп, подстопил Vengeful Spirit, а потом прифайт демеджем, ульта аппарата залетает в JYC, но добивать его нечем. Так что команда Power Gaming никого не потеряла, но и не забрали никого. Да, улетает Ланс пока на верхнюю линию. На рампу просто тяжело заходить. Нужно сейчас отпушить все линии, для того, чтобы не... Так, вижу, да, сразу же пайк будет появляться у дровки. Так вот, для того, чтобы вы... Появился уже, кстати. Пока будете Рошанов там забирать, чтобы верхнюю тир-1 не потерять, там еще, возможно, тир-1 в миде не потерять, нужно отпушить все стороны и отправляться за эгидой. Забрать эгиду и подниматься уже потихонечку на рампу. А может и не потихонечку. Может, как можно скорее этим уже нужно начинать заниматься. Миркл под Шаду Блэйдом вышел на охоту. Найдет здесь ДДЗ. Можно попробовать врываться. В него Паунс. Пошел Инвиз от ДДЗ. Просветка. Правда, есть у команды Минески. Ульта аппарата не попадет, но вряд ли отпустит Шаду Финда здесь. Есть Винга. Не успел в зону действия свапа прийти. Джей Вайси. Правда, могут забрать Эрера и, скорее всего, заберут. Эрера отсюда не уйдет. А вот непонятно. Непонятно уходит. Зафиксировал там сразу двух персонажей. А тут еще и на развороте Сларк спешит. Винга. Сладчайшая Винга. Да, есть у нас тут удар. Промахивается Паунсом, кстати. И бежать. Бежать, бежать, бежать. Иди сюда, говорит. А тут в лицо еще и Гаст от Лэнса. Зажали с двух сторон. Ошибочка. Угры Мага могут попробовать забрать. Есть ли Стан Свап? Нет, ничего нет. Ничего нет. Все в кулдауне. Минус Сларк. Можно попробовать на Роху зайти. Да, вот как раз. Это очень удачный момент для того, чтобы зайти на Рошана. Про это я и говорил. Линия верхняя пока там отпушивается. В центре тоже у нас тусит СФ. Души сейчас начинают потихонечку собирать. А тут ребятки забирают Рошан. Правда, попадает Айс Бластом по трем пацанам. Но их тут толком никто не бьет. Потому что там какую-то иллюзию. И Абадон, по которому Айс Бласт не попал. А под минус броней. Это будет минус Рошанчик. Да, этот пик Сларка, убийства, точнее Сларка, позволил забрать Роху. И, следовательно, мы ждем агрессии на хэкграунд. Да, нужно ломать. То есть, по сути, потери этого Сларка может сейчас одной из сторон стоить в команде Пауэргейминг. Косвенно. Косвенно, да. Косвенно так оно и может получиться. Но вот Дота, она как раз тема прекрасна. То, что, знаешь, эффект бабочки. Какие-то самые минорные события могут повлечь за собой самые огромные последствия. Сколько у нас уже таких эпизодов было. Человек просто сделал покупку не в нужный момент. Денег на байбэк не хватает. Хотя, вроде бы, его и не должно быть. Курьера не так повел. Да, курьера не так повел. Еще что-то произошло. В итоге у тебя три минуты, и ты без бабочки. Из-за того, что ты без бабочки, тебя убили чуть быстрее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот он Радиенс у Алхимика. Сейчас отпушивать будет уже чуть-чуть попроще. Но лучше всего отпушивается, конечно, когда у тебя уже монтостайл имеется в наличии. Конечно, пока иллюзии жить особо долго не будут. Но немножко пауэргейминг приостановились. В связи с чем это происходит? Он будет отпушивать стороны, на которых нет героев. С крипами он будет единственный момент разговаривать. Но ничего не мешает продавить команде пауэргейминг. Просто пойти по амиду. Вот, смотри. То, о чем я говорил. Это сильно. Я говорил, что правильные артефакты очень сильно нужны. Да, сейчас барабаны, владмир. Все это надо. Все это надо. Венга там, кстати, с артефактами. Или покажи, пожалуйста, Vengeful Spirit мне. Нет, у Венги там ничего нет. Медальон. А хотя нет, медальон. Тоже нормально. Медальон даже нормально. Там Соло Крест какой-то в перспективе. То есть нормально. Цели очень мне нравятся. Ice Blast на прочек. Через всю карту летит. Вот аппарат, по-моему, он даже попал по кому-то. Либо нет. Нет, нет. Не зацепило. Там еще мы видим действия ауры пайпа. Ну, понимают примерно сейчас Менески, что никого нет на линиях. Вообще отсутствуют персонажи пауэргейминг где-либо. И нужно, ну, не торопиться. Посмотри на нижнюю линию, на это рандеву. Что вы тут делаете? Что, пойдем поедим? Радик выключил, чтобы не жечь, если что. Это просто, что я рассказываю историю. Блин, уже поели. Да, 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 да. Остались в Леном. А вот Курьер, Курьер летит. Смотри, насколько осторожно пытаются играть сейчас. Вот Тревела наконец-то прилетает Алхимику. Теперь можно ретироваться на верхнюю, например, линию. Попробовать забрать здесь вышку. Но тут уже SF-чик мелькает. Смотри, приходит SF. Душ у него очень много. Не, ну, не стал, не стал там что-то выпендриваться. Это осторожность Алхимику ломает все тайминги. Он очень поздно получает Boots of Travel. Очень поздно. Ну, вот знаешь, просто в этом-то и штука. То, что когда ты играешь вот этот Best of 1 на вылет, ты начинаешь прям совсем тайтово действовать. И Power Gaming тоже тайтово действует. Они уже по логике вещей должны давным-давно вышку доламывать, а не тусоваться вот здесь под хайграундом. Ну, честно, конечно. После бараков. Да, возле трона. Вот эти вот уже две должны сыпаться потихонечку. А они пока что-то медлят, медлят. Вот сейчас подходит Draw Ranger, подходит SF, и они вот вдвоем там с Dragonlance'ом со своими начинают разваливать. Включили пайп, готовы драться. Выслапывают джулзу. Джулзу очень быстро съедают. Минус один, можно сражаться. Это, опять же, контроль. Очень важный точечный контроль. Смотри просто, что происходит с Парижиным. Ну, и Абадон работает тоже безотказно. Все, вот так вот работает эта стратегия, как мы видим. Лэнс отошел. Алхимик взорвался. Подходит дальше к Алхимику. SF грозился раскастоваться, но у него не получилось. Ice Blast великолепный, но Алхимик умирает. Да, нет байбэка у Алхимика. 10 секунд. А, это Угрмак. Я перепутал. Смотрю, две головы, так же, как у Алхимика. Да, 43 секунды не будет Алхимика. За это время, я думаю, еще одна сторона может пострадать. Это понимает команда Power Gaming. Да, они идут на вторую сторону. Что хотели Минески этим пиком сказать, непонятно. Лан, а в итоге просто удался. И все. И с этим ничего не поделать. Вот если он получается, то ты вот такими героями отбиваться не можешь. У Свардера даже Блинг вот только-только появился. Он там продал то, что у него было. Сейчас будет, наверное, врываться. Да, да, да. Без ничего, в принципе. Один сапог. Далеко прыгает Ланс. Попадает в зону действия Ice Blast. Но это ничего не меняет. В это время Дидзи еще и добивает Угрмага. Жив который раз. Жирный, плотный герой, но не с таким демджем, который вносит команда Power Gaming. Они гораздо опаснее выглядят. На этой стадии. Но Алхимик сплитит. Однако, Raging Potato не теряет. Правильно. Это единственное, что можно делать. Грамотно сплитить, но очень тяжело сейчас будет в текущих реалиях этим заниматься. Потому что вы уже две стороны целых потеряли. И у противника, по сути, остается последнее направление. Вот эта верхняя линия, куда сейчас они должны незамедлительно двинуться. Это же все деньги. Power Gaming просто еще сильнее придут. В два раза сильнее. Да, да, да. Вот, посмотри. Вот до этого пуша, вот до пуша, после пуша. Да, да. До пуша, после пуша. Ни одной красной точки под желтым я не вижу внизу. Вообще ни одной. Да, вышка, вышка, бараки, бараки, вышка, вышка, бараки, бараки. Герой. Все. Это как будто киллер-код прописываю в Mortal Kombat Ultimate. Вверх-вверх, вниз, вниз-вверх. Для его вправа бы. Вверх-вниз. Да, опасненько для команды Минески. Они хорошо начали первую игру. Казалось, что они чуть ли не на классе. Power Gaming переигрывают. Но здесь Power Gaming делают ставку в такую простую для реализации стратегию. Причем они мало чем рискуют. Заметил, они там нигде не подставляются. Они не подпускают близко к себе. Только кто-то подошел, поймал Гаст, 4 удара с руки, до свидания. Поймал Кьюрикен Пайк, иди домой. Вообще видеть тебя не хочу. Ну да. И ключевой момент в этой стратегии, это то, что нельзя перемещаться по одному. Для того, чтобы тебя вот этот Сларк под Global Range, Ancient Operation, с его Ice Blast, чтобы они никого не убивали. И не пытались на этом отожраться. И мы видим то, что у Сларка счет там 3-2-1. Но это все, о чем он может пока похвастаться. У него этот Silver Edge, с которым он, вернее Shadow Blade, с которым он даже подойти не может. Вот он купил Иха Сейбр, но он же просто никого сейчас ударить, наверное, не сможет. Да, я смотрю на счет, кстати, без Сларка вообще убийств не было. 3 убийства, 1 ассист, и у Минески в целом 4 кила было сделано. За 22 минуты. Да. Ну вот у Апариши там 4-й фраг на его счету. Все, начинает все гореть. Поймали Shadow Finder. У Shadow Finder есть Black King Bar. Можно было попытаться его даже нажать. Залетает Ice Blast. Со спины, кстати, залетает. Очень неожиданно. Но тут не менее неожиданно умирает Алхимик. Умирает Слардер. У Слардера выкупа нет, у Алхимика он есть, но... Без ульты. Да. Алхимик без Chemical Rage. Поэтому он даже подходить сюда не будет. Ну, можно уже и не подходить на самом деле. Никого не потеряли Power Gaming. Цепляют Огромага. Ну, Лэнс не должен отпускать Огра. Хотя, с другой стороны, можно развернуться и продолжить бить бараки. Все, отогнали Сларка отсюда. Отзонили немножечко Сларка. Убили еще раз Алхимика. Ну, получился. Получился этот Чизм, увидим, с этим СФом. Минески, опять же, немножко намудрили с драфтом. Потому что в замесе у них вроде как выглядит все неплохо. Но на линии аппарат себя не оправдывает. В итоге пик оказался непонятным. То есть, они его взяли, чтобы не взял противник против Алхимика. Но, типа, никто бы не пошел пушить с Апаришеном с этим. То есть, вряд ли бы он там появился. Ну, короче. Огромаг спама не имеет. Аппарат спама не имеет. Слардор, блин, купил только уже, когда две линии упало. Кто там у них еще был? Беда в том, что они драли... Дрались. Да, брали. Брали героев для... А Пауэргейминг реально неплохо сыграли. Тогда беды в этом никакой. А Пауэргейминг брали героев для пуша. А коллектив Минески Гейминг на стадии банов. Банил дерущихся героев. Мы помним, они Хускара забанили. Они там еще кого-то морфайли. В общем, ребят, которые классно дерутся. Но тут драться даже и не планировали. Они бы и не трогали, я говорю о команде Пауэргейминг, они бы не трогали игроков Минески, если бы те сами просто не лезли. Давайте мы просто снесем в сторону и все. Никакой драки, мирно разойдемся. Что мы, в принципе, имеем? Я думаю, по этой игре особо и резюмировать нечего. Взяли хорошую комбинацию, качественно исполнили нужные слоты. Я вот смотрю сейчас статистику по Дроу Рейнджеру. Там есть графа пушинг. Десять. Десять пушей из десяти. Одиннадцать из десяти получилось. Просто нельзя графиком выйти немножко дальше. И Алхимик, который я тоже смотрел, его статистику жутковатая. На самом деле не дали просто раскрыться этому парню. Но в любом случае команда Минески Гейминг отправляется в нижнюю сетку. Команда Пауэргейминг. Меня обрадовали после поражения на первой карте. Весьма-весьма обидного. Ну тут они что-то вообще развалили просто в мясо. Третья карта, как я обычно и говорю, на стадии драфта все было решено. Но здесь было две стороны. Либо получится вот так затолкать, и все будет хорошо, либо не получится. И в итоге вы будете вынуждены драться героями, которые особо для драки не приспособлены. Рано было еще в любом случае драться. Да, но как оказалось, Минески просто были не способны отбиться от такого прессинга. И имеем то, что имеем. Да, согласен с тобой полностью. Ну что, у нас команда Минески отправляется в нижнюю сетку. Перед этим напомни, пожалуйста, кто у нас в нижнюю отправился. Фнатики выиграли, да? Сейчас я попробую тебе все напомнить. Как сложно-то, а? Как сложно. По игре, по игре. Да тут очень много команд просто участвует, поэтому тяжело. Фнатики, по-моему, выиграли, а... Ну давай, давай, ты пытайся угадать, а я буду делать вид, что я тебя поправляю. Фнатики проиграли у Team Faceless. Выиграли Фнатики. Да, Team Faceless, конечно же, вышли в верхний. И у нас получаются пары. У нас получается пара Power Gaming и Team Faceless. Это финал винеров. И победитель отправляется в гранд-финал, будет играть именно за квоту. А внизу у нас получаются пары Execration против Минески и Фнатик против VG Unity. Которые выбили из турнира MVP Phoenix. Да, ну там, скорее, я хочу сказать, что MVP Phoenix играли очень плохо, чем в VG Unity играли прям невероятно круто. Вот так вот. Такое, да, тоже может быть. Но, в принципе, и Power Gaming. Они выбили не очень, как ты говоришь, стабильных MVP Phoenix, которые показывали плохую игру, но при этом смогли справиться и с Минески. Неплохим коллективом. Да, да, да. Ну, сейчас уже более серьезно выглядело, действительно. Ну, и они вполне заслуженно в финале винеров. Там Faceless просто сегодня разрывали. Да, я думаю, ждем мы и Ice. Вообще классно будет противостояние. И, опять же, и одна, и другая команда на неизвестность зрителю. Потому что только после решаффлов образовалась команда Faceless. Это Ice 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 и Black XTag. Команда Power Gaming, ты знал о ней что-то? Вряд ли ты о ней что-то знал. Ну, да, эти команды, они там постоянно мешались, перемешивались. По сути, игроки там в основном одни и те же, но названия там менялись со временем. Ну, то есть, ну, из названий тут остались, наверное, MVP Phoenix, Execration, Signature Trust, ну, Fnatic. Ну, и Минески. Ну, Минески просто потому, что это самое большое вообще комьюнити в мире. Во вселенной. Во вселенной, Dota 2. Да, и все равно, Team Faceless у нас в финале Power Gaming, вроде как новые названия, вроде бы как бы лица старые, но названия новые. Короче говоря, меняется немножко ситуация в всей регионе. Обычно мы там привыкли видеть Fnatic, привыкли там видеть MVP Phoenix и какая-то еще команда типа TNC затесаться может. Да, а тут все немножко поменялось, действительно, и вот эти новоиспеченные, не побоюсь этого слова, коллективы сейчас начинают неплохо разыгрывать. Но кто попадет на сам саммит, мы узнаем с вами там завтра-послезавтра. А на сегодня у нас с SEA регионом покончено. Да, сегодня вечером, не забывайте, у нас еще европейский регион. Матч будет один в формате Best of 3, и будет он начинаться в 9 часов вечера. Точно не скажу, кто там. То ли Fnatic играет, то ли Fnatic 5, кто-то... А я тебе скажу. А, ты скажешь... Давай. У меня же есть потрясающая информация. Fnatic против Elements Pro Gaming. Elements Pro Gaming, да. И Fnatic... Ну, круто, круто, все. Болеем за S&G Dota, болеем за европейскую Dota. И смотрим, чем же... Смотрим и сравниваем. Что радует меня, когда квалификация за квалификацией. Можно смотреть и сравнивать, как играет Европа, как играет SEA регион, китайцы. Силу, в принципе, коллектива. Да, и примерно все проецировать на саммит, который, в принципе, уже очень скоро пройдет у нас. Это и осенью. У нас это где? У нас в Лос-Анджелесе? У нас на Старландре. У нас в Лос-Анджелесе, конечно же, пройдет саммит. Конечно же, BTS нам подарит еще один замечательный турнир, вот этот ламповый. Возможно, мы там на нем окажемся. Ну, а на сегодня мы... Ты будешь, кстати, комментировать? Да, я буду комментировать. Тогда я на сегодня с вами прощаюсь. Диму оставляю вам на растерзание на вечер. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, что вы были с нами. С вами работали друг и Каспер. И до скорой встречи по ту сторону сетевого кабеля. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ-коп. Ты точно знаешь, кто победит.